Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека, как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие и за то, что вы ставите лайки, об этом не забывайте, за то, что подписываетесь на наш канал и, конечно же, пишете комментарии, вопросы, для нас это очень важно. Как всегда, самые интересные вопросы мы поднимаем в наших программах, в наших разговорах и сегодня с нами традиционно на связи Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий, я, конечно же, не могу обойти и ваш YouTube-канал и хочу нашим зрителям найти, вернее, подсказать, как найти. Вы можете в поисковой строке вбить Дмитрия Потапенко и обязательно подпишитесь на YouTube-канал Дмитрия Потапенко. Дмитрий, а начнем мы наш разговор с довольно такой интересной темы. Сначала Резников, министр обороны Украины, говорит, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Проходит не так много времени. Глава СНКО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления вооруженных сил Украины. И тут, как говорится, взгляд со стороны, как ваше мнение? Или не договорились между собой, или, возможно, ранее график-то был, но сейчас что-то пошло уже не по плану? У меня даже, что называется, камера аж упала от этих сильно противоречивых речей. Мне кажется, что все, что касается информационной политики, безусловно, она нуждается все-таки хотя бы в предварительной синхронизации. И это не вопрос о том, что нужно всем уйти под пресс-секов, то бишь окончательно убить сколь-нибудь живое биение, в том числе информационной позиции. Но то, что я как аналитики от обратного буду идти, насколько я себе понимаю, план, может быть, и был, но он был очень сильно пересмотрен. Потому что мы в нескольких наших видео с вами обсуждали, что попытки, грубо говоря, когда произошли первые подрывы техники на минных полях, первым вопросом это можно найти в том числе в видосах, которые я озвучил, был, простите, а где была разведка? Ну, то бишь, что ожидалось, что там российская армия ничего делать не будет, она будет, не знаю, отойдет на какие-то там дальние подступы и не будет минировать. И вот когда произошли первые потери, значительные, скажем так, боевой техники, которые, в общем-то, дорого обходятся и европейскому налогоплательщику, и не просто ее получать в том числе и властям Украины, то хочется сказать, ну, как-то поаккуратнее надо расходовать. Мне кажется, что вот этот план был сильно пересмотрен, а впоследствии уже, ну, и вообще в целом говорить о, я скажу так, в информационном поле вообще идея контрнаступления была, на мой взгляд, сильно перегрета. На мой взгляд, она была излишне запиарена вот с точки зрения публичного пространства, и она теперь, это сама по себе тема, живет своей собственной жизнью. За нее нужно отвечать перед условными европейскими партнерами, за нее нужно отвечать перед созданным поблизости, а разобрать ее, эту тему, очень-очень непросто, потому что она физически, ну, просто перегрета. Мне кажется, просто это ошибка в информационной политике, которую теперь нивелировать, поскольку долгие месяцы грелось, и говорили, вот еще чуть-чуть, вот еще там, еще нам, еще там на полшишечки, и вот нам вот это поставят, вот это привезут, и вот тогда у нас пойдет контрнаступление. Сейчас, насколько я себе вижу, именно исключительно я смотрю по военным экспертам, как одной, так и другой стороны, в общем, идет такая позиционная возня с взятием то одного, то отдачей другого поселка. Но говорить о том, что какая-то есть активная фаза, ну, на мой взгляд, это ложность, и поэтому слово контрнаступление, оно, к сожалению, осталось, и оно, в первую очередь, осталось во внешнеполитическом контуре, и оно будет тяготить, как, там, министров экономического, там, соответственно, МИД Украины, так и военных, потому что им будут все время предъявлять и говорить, а где же контрнаступление, а вот это то, что вы, соответственно, видите, это контрнаступление, или это не контрнаступление, ну, и так далее. Ну, оно же сильно завязано, да, вот, как вы говорите, были оплены надежды, распиарены акции о контрнаступлении, но это все завязывалось надеждами на Запад, как они тоже говорили, мы поставим там F-16, да сейчас скоро будут, да там Таурус и другие виды вооружения будут, а потом дают заднюю, и наша власть, она, получается, зависима от этого и говорит, да, мы сейчас делаем контрнаступление, мы только ждем от них, там, некоторые решения, но мы сейчас как грянем, а на самом деле мы понимаем, что, получается, Запад нас в некоторых моментах это и подставил. Ну, здесь в этом-то и базовая проблема, что Украина зависима и от денег, и от оружия Запада, потому что здесь никаких иллюзий нет, именно поэтому я там даже периодически, когда читаю комментарии там бравурные, а вот будет так, а будет так, хочется сказать, леди и джентльмены, напоминаю, что там, как только вы что-то произносите, вы в данном случае являетесь просителями, вы можете попросить, а Запад, условный Запад, объединенный как Штаты, так и Евросоюз, может дать, может не дать, может очень изменить форму поддержки, он может поддерживать, например, организуя концерты, это тоже форма поддержки, он может организовывать, высказывая озабоченность, это тоже форма поддержки, но только есть одна большая проблема, что для того, чтобы воевать, нужны патроны, если патронов нет, то, как это, танки на улице Киева могут оказаться не сожженными, а совершенно вполне себе реальной перспективкой, и вот, да, за Запад, мягко говоря, ну, я это начал говорить уже там со второго месяца конфликта, именно по причине того, что это не их война, это их история там, ВПК они не будут раскручивать, они будут выпускать ровно в том ритме, в котором они выпускали, а по деньгам, ну, слава богу, что они хотя бы по деньгам еще, как это, не задерживают, потому что я приведу одну такую циферку, те 5 миллиардов, которые выделяются ежемесячно в Украине, достаточно задержать оплатеж на неделю, и это приблизительно гривну обвалит процентов на 20-25, просто на неделе задержка платежа, не совсем отказ от платежа, а именно задержка, и обратное гривну будет очень непросто вернуть. То есть, если по нынешнему курсу, среднему, так, я сейчас быстренько прогляну, это 36-57-37-45, то прибавляем 20-25, и мы увидим где-то уже 50-60. Да, полтинник, то бишь, если они просто, вот говорю, они сделают, ведь в чем засада-то в этой операции, они же не откажут в помощи, они попросту задержат платеж, и это можно влево, и гривна может влететь в полтинник, просто на обычной технической задержке, не более того. Есть статья от издания CNBC, и там написано, что Украина раздражает своих союзников не только на дипломатическом уровне. Военная стратегия Украины в символической борьбе за каждый клочок земли иногда вступает в противоречие с военными постулатами и прагматизмом. Считается, что Киев вызвал раздражение США, когда решил продолжить борьбу за Бахмут. Военные аналитики говорили, что он не предоставляет стратегической ценности, однако Украина решила продолжать борьбу, что, по словам специалистов по военной разведке и президента компании «Рочан Консалтинг», вызвало недоумение в США. Но тогда возникает вопрос, а может ли в какой-то момент вот эта вот цель победы или форма победы, эталон победы, скажем так, разойтись в путях Украины и Запада? Да на раз-два. Потому что в одной из наших программ я, ну, уже там, даже это уже не один раз, я произносил, что ни российская, ни украинская сторона, поскольку я вынужден анализировать из эмоционально обе стороны, не артикулирует, что же такое победа в их понимании. Потому что я четко обрисовывал, что цель, когда артикулируется с украинской стороны, что нужно выйти на границу 91-го года, это фейковая цель. Она ничего не дает. Вообще ничего. Это ложь. Ну, выйдут на 91-й год. Это что, остановит войну? Остановит. Ни при каких обстоятельствах. Точно так же, как Россия не может сартикулировать тоже понятную цель. Эти цели-то в том-то и проблема, что они легко артикулируемы и легко совпадающие. Цели обеих сторон звучат следующим образом. Это смена киевского слэш-кремлевского режима. Потому что только в этом случае обе стороны приходят в баланс. Все остальное вторично. Увы и ах. Но при этом есть и другое издание The Build. И они пишут, что Россия готова вести войну в Украине еще 2-3 года. Так считают эксперты правительства Германии. И они говорят о милитаризации российского общества. И не исключают, что Россия может начать еще одно большое наступление в Украине. По оценкам экспертов федерального правительства, Российская Федерация может увеличить количество активных солдат до 3 миллионов человек, если того потребует ход войны. Сейчас численность российских военнослужащих составляет более 1 миллиона. 1,15. Тогда в российской армии будет больше активных солдат, чем вооруженных сил в Китае. Хотя, как сообщает издание, уровень подготовки многих из этих солдат вряд ли будет очень высоким. Существуют и огромные проблемы российских вооруженных сил. По поводу 2-3 лет мы с вами неоднократно в наших программах говорили. Но если российская власть на это все-таки решится, возникает большой вопрос. Если я не ошибаюсь, не изменяет память, где-то в среднем пропускная система мобилизации в Российской Федерации 200-300 тысяч за один заход, скажем так. То есть мы просто будем видеть какую-то опленную цикличность через полгода. По такому количеству будет идти Российская Федерация. Ну смотри, значит, изменен закон о призыве. Со следующего года призывной возраст 18-30. То бишь, если раньше... Я буду усредненно говорить, пусть никто там не доколебывается, потому что там зависимо от того, по какую возрастную страту попадает, то набор получается 100... В общем, от 140 до 100... Ну, в общем, давайте 150 тысяч, потому что там вот зависит от того. Там может быть 132, там 147. Зависит от того, какой его возраст попадает. Расширение на вот эти года дает прибавку еще приблизительно, так приблизительно, порядка 120 тысяч. Что это означает? Вот будет осенний призыв, он пройдет по старым правилам, а вот весенний призыв пройдет по новым правилам. Это означает, что будет в среднем призываться и увольняться в запас. А увольняться в запас это фактически получать следующий контракт, потому что ты будешь тут же иметь возможность быть мобилизованным, скажем так, почетное право. В среднем, ну, около 300 тысяч. Соответственно, за год это приблизительно... Ну, будем там... Возьмем не 700, ну, а возьмем, например, 1500. Ну, то есть полмиллиона в год будет поступать на фронт. Прямо вот на раз-два, как минимум. Потому что сначала идет набор, потом увольнение. Потому что реально это будет... До миллиона реальных солдат может оказаться на фронте в год. Вот и все. Но кроме расширения возраста, мы же понимаем, там есть еще и вопросы снабжения, казармы и другие вопросы. И сразу так вооружение количество это будет, мне кажется, для Российской Федерации довольно... Проблема заключается в том, что, если ты, опять-таки, хоть когда-нибудь видел ролики, то большая часть солдат, как-то, и жены, и матери в кредиты влезают. Что это не проблема. Как там? Спасение утопающего, дело самих рук утопающих. А здесь дело служил... Как сказать? Военнослужащего. Дело, дело, служба, да. Ну, понятно, что условный автомат, поскольку мы с тобой выходцы из СССР, был фильм такой «Улица разбитых фонарей», когда первый чеченский там... Ну, хороший фильм такой, петербургский, когда оперов, соответственно, посылают питерских в Чечню и посылают их без оружия. И они оружие там покупают. И ведь это, ну, я тебе могу сказать, это нифига не фигура речи. Это не фигура речи, это и... Несмотря на то, что там... Это не художественный вымеша. Так что такое уже было. Приезжали опера реально в Чечню и там за бартером обменивали себе просто на стрелковое оружие. Покупайте оружие сами. Это, конечно, новый вид ведения войны. Но при этом сообщается, что... Я извини, что тебя перебью. Так еще мерзотность тех покупок была. У чеченцев покупали оружие. Наши там, соответственно, эти интенданты продавали это чеченцам, а чеченцы продавали на нашем... То есть там вот эта мерзотная экономика войны, когда тебя же убивают твоим же оружием, кубленным за твои же деньги, это... Ну, то бишь войны никак не поменялись. И вот эти интенданты, они никак не поменялись. Увы. Ну, было недавно сообщение, что уже жители Белгородской области обратились к Путину для того, чтобы он разобрался с чеченцами, поскольку было недавно видео жительницы Белгородской области недовольна поведением чеченских военных, которые освободили, скажем так, ее от дома и личных вещей. И со слов местной жительницы, она была категорически против, но ей ответили, что это никого не волнует, ее выселение неизбежно. Но, видите, тут не о продаже оружия даже говорится у чеченцев. Тут уже просто люди приходят и занимаются каким-то... Как это назвать? Рекрутером. Это бандитизм обычно. Почему? Что тут какой-то... Это обычный бандитизм. И это... Слушай, это было, опять-таки, это было, есть и будет после всех войн. К сожалению, ну, вот я как-то рассказывал одну из историй в своей жизни. Я был молодым... Ну, то есть я ребенком был. Я приехал в Николаев. А бабушка у меня, надо сказать, она ветеран... Не просто ветеран войны, она была санитаркой и связистом. То бишь она вытаскивал на себе раненых. Ну, то есть бабуль так свои боевые ордена, в общем, как это... Не просто не на помойке нашла, а так заслужила. Анна Ивановна. Вот. Васильева урожденная. И был у нас в Николаевском дворе, ходил там такой инвалид, типа, якобы с орденскими планками. И что-то он там, ну, традиционно, там, понятно, что меня там москаликом, кацапом называли всегда, но я никто не обижался, но это такая нормальная. Я потапинка называл своих там подельников, там, детишек хохлами, но это нормально, а не кацапом. Ну, в общем, такая перебранка легкого характера с учетом того, что там жили дядя Боря, тетя Фира, ну, ты же понимаешь, какой там дворик был. Все так, чисто такой нормальный. Там было русско-еврейское, украинское такое сообщество, еще молдаванское там. Ну, и вот ходил, этот, типа, побирался, и вот он что-то как-то наехал, типа, на меня, и баба, баба Аня, спустившись сверху, у нас там лестница со второго этажа, она мудохла его, что называется, просто обычным полотенцем и по рогам надавала, и объяснила, кто из них ветеран, потому что ветераном он никаким, конечно, не являлся, и он там свои, как говорится, конечности, да, он инвалид, он потерял просто по пьянке, под травой. И такой вот, такой же херни будет же, ты же представляешь, какое будет количество этой херни. Конечно. Мы этого нажремся просто, а сейчас мы уже, ну, там, везде всплывает, на Украине это всплывает, в России это всплывает, что приехал и под лозунгом, что я воевал, мне чайки на грудь срали, перерезал своих родных и близких. Вот это все, что касается ПТСРа будет, это просто труба. Мы еще с этим, мы это будем расхлебывать в долгие десятилетия. Да, на прошлой неделе я читал историю девушки из Улан-Удэ, которая говорила, что один из так называемых ветеранов, героев СО, он пришел к ней и начал там приставать, девушка отказала, а его риторика была такая, что, да я воевал за тебя, а ты мне... Да, 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 да. Это будет сплошь и рядом, и это еще придется очень, как это, загашивать очень-очень и очень сильно. Это общество, то есть мы это прямо все нас ждем, все и Украина, и Россия прямо. А вы рассказывали о людях пожилого возраста, и была же информация, что в конце июля, начале августа в России произошло как минимум 28 попыток поджога в здании военкоматов. Что самое интересное, что больше половины из них совершали россияне старше 50 лет. Прочитала информацию и вижу там комментарии о том, что да вот, посмотрите, в Российской Федерации уже происходят поджоги, люди не готовы воевать, люди уже начинают проявлять свои настроения. Но я почему-то все-таки вернусь, обратился, вернее, обратил свое внимание на кто совершал эти поджоги. Думаю, ну не может же быть так просто, но не настолько заинтересованы люди пожилого возраста в поджогах. И вот последующая информация, что после задержания эти люди рассказывали, что стали жертвами телефонных мошенников, незнакомые люди, представлявшиеся сотрудниками банков и силовиками, вынуждали их бросать бутылки с зажигательными смесями в местные военные комиссариаты и обещали потом уже вернуть украденные деньги или списать долги. Но, а кто же мог звонить этим пенсионерам, кому, условно говоря, из башен Кремля оно надо? Я не оцениваю эту башню Кремля и в том числе, знаешь, я, честно говоря, российскую пропаганду не читал на эту тему, не сомневаюсь, что там должно быть что-нибудь какие-нибудь укрбандеровцы, пожирающие младенцев и пьющие кровь. Вот. Ну, вроде как бы не было этого, поэтому не будем даже, как это, говорить плохо про российскую пропаганду, потому что, может быть, она этого и не говорила. Но, как это, людей неадекватных, которые, в том числе, ты их тоже многих знаешь, которые поуехавшие, которые изображают из себя оппозиционеров и говорят, берите власть в свои руки там и только своим трудом вы там что-то смените власть крова режима Путина. Ну, людей, как это, неадекватных хватат. И очень печально, что люди старшего возраста стали жертвами вот этой социальной инженерии. Не более чем. Очень печально все, больше ничего. Потому что это никоим образом, ну, если мы возьмем даже практическую цель, ну, загорелась дверь военкомата. Какое-то отношение имеет даже к военному учету. Военный учет ведется даже далеко не всегда на картотеке. А многие, с учетом последних законов, которые приняты, у нас электронные повестки. То есть, грубо говоря, у тебя повестка упала на госуслуги. Все, ты поражен в правах и от винта. Система уже работает в электронном виде. Ни в каком военкомате никакие сервера не располагаются. Ну, даже сжечь не военкоматы. Ну, да. Поэтому, ну, поджег ты вот здание. Но это действительно хулиганская выходка и не более того. Ну, набил ты морду военкома. Военкома в данном случае может быть... то есть, он носит, конечно, погоны, но по большому счету он около гражданское лицо. в общем-то, исполняет достаточно примитивные функции. Дмитрий, мы с вами заговорили о трех миллионах, которые Российская Федерация может потенциально призвать. Блайн-формация... Я извини, что тебя перебью. Значит, просто, чтобы наши зрители понимали, и я эту цифру тоже озвучивал, значит, в соответствии с приказом Владимира Путина под мобилизацию или под мобилизационные меры, который не отменен, в целом, по цифрам, подлежит 25 миллионов мужчин, а вот 3 миллиона это может, ну, условно говоря, оперативно. Все остальное это то, что призывается там по возрастам, то бишь до мужчин от 18 до 65 лет в зависимости от военно-учетной специальности и от звания, там, запаса, не запаса, могут быть призваны на военную службу. Извини, что перебил. Не-не-не, я же понимаю, мы просто отталкиваемся от последней цифры, и о чем говорила The Build, появилась информация, что в интернете сейчас распространяется приглашение именно на территории Казахстана, а там проживает как раз около более трех миллионов этнических русских, и эта страна всегда была союзником России. Но Астана же не поддержала то, что Москва называет так называемой специальной военной операцией, и даже призывала к миру. Вот интересно, насколько воспримет это Казахстан, и готов ли будет коим образом, или это отдельные люди будут включаться только? Нет, я сомневаюсь, что это вообще будет какой-то массовый лень, потому что я с Казахстаном работаю еще, ну, уже лет 14, как минимум, можно просто найти там даже в интернете, я делал там, ну, понятно, для стартапов, для предпринимателей, выступал на TechCrunch, оценивал там команды казахстанские, у меня огромный, в том числе, один из проектов фонда у меня в Казахстане нет. Ну, то есть, там, условно говоря, там, нет, поскольку везде присутствуют некие группы, там, либо маргиналов, либо каких, какая-то группа возможно будет, но говорить о том, что в целом казахи очень гостеприимный народ, очень, как это, миролюбивый, потому что они, как тебе сказать, они по натуре кочевники, они, в общем-то, ну, им не, у них нету этого в крови, что, поскольку ты кочевник, ты живешь, ты живешь в мире, в мире, в смысле, не только со всеми, но ты живешь в мире, здесь тебе там не приглянулись, ты едешь куда-то дальше, они кочевники, и Казахстан, в общем, я сомневаюсь, что, я уж не говорю, поскольку я действительно встречался и с президентом Казахстана, и с премьер-министром, там, и с главой центрального банка местного, но у них совершенно, ну, прям, другая ориентация, прям, то есть это, поскольку я встречался в абсолютно неформальной, я знаю, ну, о чем они говорят, я не видел там милитаризации в сознании ни у кого. По поводу милитаризации, появилась интересная информация, что Россия выпускает по Украине украинские же ракеты, есть такой проект схемы, и сверили номера, как и обнаружили, что эти те же самые, что в 99-м году Украина дала России, отдала за долги из-за газ, но, Дмитрий, тут такой, знаете, более философский вопрос, мы же в свое время могли это не делать, да, ну, если так разобраться, в принципе, по факту, ну, можно было пойти другим путем, и в какой-то мере пожинаем плоды сейчас своих же дел в 99-м году, сейчас у нас происходит что-то подобное, только немножко в другом формате, мы снова от кого-то зависим, снова мы берем в долги, мы не зарабатываем сами, начинаем, ну, то есть вы поняли, вот это, вот эту вот всю завязку, и я думаю, что пока не звучит такая точная формулировка, то мы будем снова, получается, наступать на те же грабли, и в какой-то мере через 5-10 лет может что-то повториться, но уже в другом формате. Да, это самая большая проблема украинского руководства, то, что за последние полтора года не было выстроено независимого ВПК, потому что, откатим до 24-го числа, 57 миллиардов долларов, которые были накоплены долгов МВФ, это же, как это, это же нельзя приписать, что кошка бросила котят, в этом Путин виноват. Те люди, которые управляли по, соответственно, экономикой, управляют ей сейчас, офис господина Гетьманцева, которого я искренне люблю и обожаю, он же сам управляет, мы с тобой же, ну, и правда, вот хочется, вот мы с тобой не один раз приводим примеры, что почему-то там вот слияние пенсионного и там соцстраха происходит в Украине и в воюющей якобы с ним России в один день, в один год. Причем происходит одно и то же, ну, хочется сказать, у вас что там, вы прямо совсем как это, как девочки с ПМС, у которых происходит синхронизация, сидящие в одном кабинете, так может вы просто соберетесь где-нибудь в одном месте, все равно какой, давайте где-нибудь на Кипр куда-нибудь уедете, там, Верховная Рада против Государственной Думы и начнете друг друга пиздячить, и норма, вот это вот все с человеческими жертвами, вы прекратите. Что, у меня хорошее предложение, я считаю, что, а мы сядем где-нибудь за попкорном и будем болеть. Хотите за наших, хотите за ваших, а хотите за победу мира во всем мире. Вот у меня предложение вот за такую бойню. Пусть любые хотят в мячик играть, в мячик, в бадминтон, не вопрос, хотят брать оружие друг против друга, да не вопрос, только оставьте в покое граждан страны. Вот и все. Да, пока не сделаем работу над этими ошибками, то я думаю, что мы не можем понять и объяснить, почему враг бьет по нам нашими же ракетами. И эту ошибку, кто знает, в будущем можем-то и повторить. Вот здесь как раз эта фраза и прозвучит. Дмитрий, по информации, похоже, что США все-таки удалось затормозить развитие самого угрожающего процесса внедрения валюты БРИКС и довольно такая показательная работа с ЮАР, как многие говорят, именно по треку визита Путина. Также активные переговоры с Индией на саммите БРИКС. То Индия будет присутствовать, то не будет, очень как-то пока все непонятно. Песков также он заявил, что введение единой валюты в БРИКС вряд ли реализуемо в ближайшее время. Ну и если СИ тоже не приедет, то можно будет считать саммит провальным. Как вам видится эта ситуация в целом? Скажу так. Значит, единая валюта это большой-большой фейк. Было и самое изначальное. Потому что в словах БРИКС есть два очень важных, две очень важные буквы. И и К, то бишь Индия и Китай. Вот Индии и Китаю в этой жизни никогда не удавалось до хоть чего-нибудь договориться, до хоть чего-нибудь значимого. И эти две большие державы, а они огромные державы, они там соревнуются не только по количеству людей, но и по экономике. А все остальные буквы, включая в том числе и Россию, могут моросить все, что угодно. Не будет, ну, ни Индия не будет переходить на Юань, ни Китай не будет переходить на Драхму. И поэтому это был изначально большой-большой фейк. И, ну, то есть тут, если уж расставлять акценты, конечно, это не влияние никакого, никакой, никаких Соединенных Штатов, а это просто провальная идея с самого начала. Она была мертворожденная, а дальше уже там Саммит БРИКС, ну, это такая туса. Она была и всегда и останется этой тусой. И приедут, приедут, не приедут, да и не более того. Не надо обращать на это особое внимание, да. на банальном примере, когда Индия выступает против принятия БРИКС новых членов, как раз на этом настаивает Китай. Даже в этом мы видим их разбежности, да? Они между собой там у них всегда были разборки, и они никогда не приходили никакой. Поэтому все остальные там Бразилия, ЮАР, Россия, могут, конечно, что-то у себя внешне полететь, внутриполитическое. У нас есть, даже есть, по-моему, как корпорация, что-то там, у нас есть рабочие группы, у нас, слушай, я с ними периодически даже лаюсь, потому что я им каждый раз задаю вопрос, а вы зачем отжираете деньги налогоплательщиков? Ну, там, и там начинается какая-то такая шняга, задвигаются такие, типа, вот важно синхронизировать. Что синхронизировать? Вы кто? Ну, я понимаю, Индия, Китай, это серьезная крупная держава. Вот когда они что-то между собой синхронизируются, там, Россия там со своими двумя процентами присоединится. Ну, то есть, надо понимать, что там отношение к экономике Китая, к отношению к экономике России, такое же, как отношение экономики России к экономике Украины. То есть, это приблизительно один там, к тридцати. Все. Что мы обсуждаем? Ну, с другой стороны, все воспринимают, что активное вовлечение МОДи в такую западную повестку, это там саммит большой седьмерки, встреча с Байденом и Макроном. вот эти вот встречи дают свой результат и именно через него стопорится развитие БРИКС. Честно скажу, просто мертворожденная хрень. Ну, еще раз говорю, вот я, ну, я как экономист это, сори, обсуждаю регулярно там со своими коллегами, там, ну, я наблюдаю за этим процессом внимательно, подчеркиваю, очень внимательно, потому что, ну, как-то он, он достаточно шумный, но, если брать меня как условного там, даже если бы ты мне сказал, так, Дмитрий, вот у тебя есть волшебная палочка, ты, ты обладаешь всеми полномочиями, вот с БРИКСом что-то сделать. Я тебе могу сказать, что, ну, ключевым вопросом срач между Китаем и Индии, все, остальное вообще не имеет значения, остальные лягут под этих двух орлов. Как только они до чего-то, они никогда в жизни ничего не договаривались, ни до чего не договаривались. У одних колониальная травма, у других, соответственно, травма с Японией и поддержкой Северной Кореи. Там абсолютно разные культуры, это разные цивилизации, но не работает, не взлетит. Подчеркиваю, наблюдать, да, в фоновом режиме за этим следить, да, но тоже не надо вот вытаскивать, что там вот кто-то там противодействует. Это просто мертворожденное дитя. Шансов на его выживание, ну, он там, ну, в районе мат погрешности. Поэтому, да, будем обсуждать с тобой периодически, но упаси Господь, там, вносить, что-то им кто-то, там, штаты повлияли. Там просто схематоз не работает изначально. То есть, у него, у него, у него дополнительного влияния он не будет иметь. Нет, абсолютно. Поэтому, обсуждать мы с тобой периодически будем, новость брать, но говорить о том, что там штаты повлияли или набили морду России, да там, и России не существует. Вот, мы всегда будем выходить на один и тот же круг. Чокия, что Китай с Индией? Вот, что они обсудили, а Россия там, в Бразилии, ЮАР, что это за страны? Идите мимо. Раджеп Эрдоган и Путин пообщались по телефону и сообщается, что в канцелярии Эрдогана уже сообщили, что есть договоренность о визите Путина в Турцию. В Кремле заявили, что они только готовят возможную встречу. Но и появляются уже многие версии, что Путин, вернее, Раджеп Эрдоган, он дожмет Путина и Путин увидел в Эрдогане, скажем так, спасение. Он увидел, что Запад не готов пойти на его условия по зерновой сделке. И вот он использует Эрдогана в качестве такой спасательной этой палочки, как вы говорили, чудо-палочки, чтобы не упасть лицом в грязь и, скажем так, выйдут они на совместной пресс-конференции и скажут, мы все-таки договорились, голода не будет и мы возобновляем зерновую сделку. Ну, собственно говоря, когда мы, можно отмотать и найти несколько наших предыдущих фигурок, я сказал, что будет визит там приблизительно. Путин консультируется, я говорю, нет, Путин у меня не консультируется на подобного рода вещах, и я просто как-то понимаю, как идут соответственно потоки там не только принятия решений, потому что я говорил о том, что сделку вообще сам по себе две сделки, то есть и украинскую, и российскую, можно динамить приблизительно до конца сентября, но до конца сентября нужно в обязательном порядке принять решение, поскольку это будет трехсторонние на самом деле переговоры, то есть Риджеп Таипович переговорит с Владимиром Владимировичем, а потом Риджеп Таипович переговорит с Владимиром Александровичем, потому что Украина все равно будет принимать участие в этой сделке, потому что там, мы так говорят, две сделки. Поэтому, в общем, все идет как это, все идет по плану. А недавнее заявление Бринкена, когда он сказал, что США готовы способствовать экспорту продовольствия из России, если Москва вернется к зерновой сделке. А зачем тогда уже, ребята, если Москва вернется к зерновой сделке, ну как бы... Конечно. Именно поэтому Риджеп Таипович, который амператор, он выстраивает тот самый тюркский мир, он и хочет использовать свою инфраструктуру, инфраструктуру портовую, инфраструктуру портовую, инфраструктуру страховую, инфраструктуру платежную. А Запад, поскольку он находится, Штаты, по-моему, находятся на втором месте после Китая по покупке зерна, ну, немножко в пролете, получается, и тут Риджеп Таипович будет их держать за причинные места. Он, то есть Риджеп Таипович делает правильные ходы для того, чтобы Западу, условно говоря, поскольку он получит однозначные дисконты от России, от Украины, охернительный дисконт получит от обеих сторон, чтобы Западу, соответственно, этот дисконт перепродать. Он будет... Ему же лирты, он обвалил-то очень конкретно, ему надо зарабатывать бабки. Он очень серьезно так. США решили примазаться, да? По-моему, да. Дмитрий, кратко с вами еще несколько тем в формате Блиц. Уголовное дело против Игоря Стрелкова засекречено, так как в нем содержится гостайна. Не кажется ли вам, что с так называемым ультрапатриотом хотят расправиться по-тихому? Ну, не то, что по-тихому, но посадят его, конечно, серьезно, надолго. Там гостайна будет, в первую очередь, он же был полковником ФСБ. Понятно, почему произошла переквалификация. Ну, у Игоря Стрелкова, при том, что там, я, как уже говорил, я никогда не поддерживал подобного рода заявления, я говорю и буду говорить, что, в общем-то, люди, которые высказывают различные мнения. Так вот, возвращаясь к Игорю Стрелкову и вообще в целом к тем, кто высказывает какие-то свои мнения. Какое бы мнение, кто бы не высказывал за слова те или иные, без действий, даже если они очень кому-то неприятно, наказывать тюрьмой не положено. Ну, это, к сожалению, я говорил о том, что после так называемой поездки туристической поездки Пригожина будут репрессии. То есть, они быть обязаны и будут как умные, так и глупые репрессии. Да. Ну, что интересно, что с момента ареста и задержания Гиркина не прошло еще двух недель, а его соратники уже рассорились и раскололись и решили уже спасать Россию, как говорится, порознь. Ну, про соратников, ну, я не готов, тоже, я не сильно люблю обсуждать эту тему, потому что, ну, итак, Россия позиционеры, те, у кого есть танковый батальон. Если есть танковый батальон, это люди, влияющие на политику. Все остальные, ну, той или иной степени эксперты. Я в кавычки немножко это ставлю, потому что экспертиза подразумевает перебор большого количества информации, перебор работы с большим количеством источников, как человеческих, так и информационных, и не зацикливания на какой-то лозунговой деятельности. Поэтому, ну, при все, как бы, может быть, и не любили ровного отношения к господину Геркина, но он просто, ну, лозунговая активность была просто. Я ее не перевариваю в никакой, ни с жовто-блокитным плашком, ни с бесиком. Ну, ты это прекрасно знаешь, меня это сразу начинает выносить, я говорю, не-не-не, ребят, если вы хотите походить с какими-то флажками, ну, сорян, вы что-то попутали, и это не со мной обсуждать. Лозунговая активность самая бестолковая, я за прагматику, и тогда возникает мир, дружба, жвачка, и люди не убивают друг друга, а садятся за стол переговоров и что-то обсуждают, потому что это свойство нормального человека, животному несвойственного доставать и перерезать горло другому животному. Ну, несвойственное. Алексея Навального требует отправить в колонию особого режима, и хотелось бы понять, вот этот 20-летний срок, который обвинение запросил Навальному, говорит о каких-то изменениях российского политического режима? Нет. Все, все, к сожалению, все заключенные, которые сидят, неважно к какому толку они относятся, к левому, правому, и серу-бурмалину, они будут сидеть. Они будут сидеть и после ухода Владимира Путина от власти. Поэтому, может быть, есть небольшой шанс, подчеркиваю, небольшой шанс, что их будут использовать в качестве консервов, то бишь, обмена тех или иные преференции по отношению к Западу. Но с учетом того, что Запад сейчас не торгует, он относится к... Если бы Запад был включен в условный конфликт России и Украины, на стороне Украины, тогда можно было бы что-нибудь выторговывать. Ну, условно, давай фантазию, что, например, снимаете какую-то 10 санкций, а я выпускаю всех политических заключенных, и наступает мир другого жвачка. Санкции особо не действуют, ну, или действуют через пень-колоду, все уже знают, что они там обходятся, и обходятся в первую очередь европейскими компаниями, а не какими-то проклятыми бизнесменами. То бишь, в принципе, все работают и ждут окончания заключения мирного договора, и я уже об этом многократно говорил, что через газовую трубу Украины нафтогаз качает просто как не в себя газ и на территории Украины. То есть каждый раз, когда украинец открывает газ, он должен понимать, какой газ он потребляет. Он потребляет российский газ и понимает, куда пойдет платеж в России. То есть так же, как европеец. То есть тут не должно быть никаких икивоков и июзий. Поэтому все ждут окончания этого конфликта. А эти люди, ну, как говорил Глеб Жеглов, будут сидеть. Им сильно фортанет, если их обменяют на какие-то преференции там, какие-то снятия. А так, скорее всего, они там умрут. Ну, а есть факторы, которые могут поспособствовать тому, что вот этот репрессивный аппарат, он выйдет из-под контроля? Фактор только один, я могу его сказать. Последние месяцы власть начала, ну, не последние месяцы, это последние, наверное, побольше. До полугода власть начала бояться власти. То есть люди, которые работают во власти, сами начали бояться того, что они нас создавали, что нет никакого критерия, который является верным или неверным. Ну, то есть, ну, когда ты видишь, когда, ну, там, назовем его так, отнесем его к ультропатриотам, начинают сажать и разгоняют весь вот этот рассерженных патриотов, ну, а ты работаешь, например, во власти. Ты понимаешь, что твой подчиненный, с которым, ну, которого ты должен вообще-то там, даже не обязательно ты его там унижаешь или там как-то прессуешь, а ты просто должен ему что-то, он может на тебя написать донос, и на этом все твоя жизнь закончилась. Монстр, которого ты создал, пошел против тебя. Конечно, если ты вглядываешься в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Все традиционно. Друзья, вот таки традиционно краткий анализ тех тем, которые были за эту неделю, и, конечно же, друзья, не забывайте, что у вас есть чудесная возможность и комментировать наши обсуждения, писать свои предложения по темам, и не забывайте поставить лайк этому видео. Дмитрий, благодарен вам за участие в этой программе, и, конечно же, друзья, не забывайте, что у Дмитрия Потапенко есть также свой YouTube-канал. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и отслеживайте работу автора. Дмитрий, рад был видеть. До следующей встречи на нашем канале.